Добрый вечер! Досаживаем в теплицу помидоры, где у нас стояла рассада. Сегодня первый день, хороший, теплый. И хочу вам показать, во-первых, Светлана там какая-то мне писала, что что кладете в лунку. В лунку кладу мясо, костную муку, столовую ложку. Перемешиваю с землей, наливаю воды в лунку и больше ничего не кладу. Некогда уже ничего класть. Так, быстрей, быстрей, потому как рассада уже вот такая вот готова к высадке уже давно. Вон еще остается дофига. И хочу показать, что мой метод такой. Может быть в этом году уже кто-то и не успел, на будущее. То есть я вот такие вот томаты, переросшие, я их не заглубляю, потому что у нас очень сырой грунт. Я их сразу подвязываю. Каким образом, я вам сейчас покажу. То есть много всяких способов подвязки. Кто-то потом подвязывает, кто-то стыкает колышки, кто-то привязывает на ствол помидора. Петля какая-то там. Все это я проходила, свободные петля, все это ерунда. Начинает расти, тяжелеть, листья тяжелые, эти томаты, плоды все огромные, все съезжает, все падает, все ерунда. Вот у меня такой метод, может вам не понравится, конечно. Значит, я веревочки меряю. Вот так вот отрезаю, сразу вверх привязываю. Вот они у меня привязаны. И вымеряю, какая длина. И смотрите, как я делаю дальше. Значит, вот я помидор длинный. Даже не хочет, уже сроднился со стаканом. Вот так вот вытряхнула. Держу его, он хороший, стволик хороший у него. Его аккуратненько можно держать, ласково и нежно. Я его ставлю на эту веревочку и опускаю в лунку. Вот второй хвостик. Все, и присыпаю, никуда он не денется. И чтобы вот такие переросшие томаты не падали, лежа я их никогда не сажаю. Можно лежа. Вот. Но больно уж издевательство. Листья все поотрывают. Смотрю в интернете. Томат не будет плодить, пока он не нарастит себе листву. Если оторвать листья, он дальше вытянется и нарастит себе там 7-8-9 листьев. Потом только уже начинает плодить. Поэтому вот такой вот у меня вариант. Сейчас еще один покажу. То есть лунка готова. Вот она заправлена костной мукой. Залита водой. Вот, вот они, мам. Я руку хочу помыть. Так. И берем томатики. Да нет, мне этот понравился. Угу. И тот посадим тоже. Угу. Берем томатик. Вот так напряхаем. Стакан нужен. Веревочка уже у нас готова. Отрезана по размеру. Привязана. И мы ее вот так под него. И потихонечку опускаем. Видите, вот так вот он в луночку садится. Мы его... Этот вот получился не очень высокий. Не переросший. Вот такой хорошенький. Вот. И все. И больше мы к нему не подходим. Открываем дверь. Когда жарко. Ветер. Их тут мотает. Но мы спокойно спим. Знаем, что они у нас уже никуда не денутся. Любится и женится. А? Веревочку видно. Вот она. Нет, от предыдущего. Хвостик. Ну, он уже все. Потом он подокучиваешь, когда их рыхлишь. Он туда уходит. В общем, никуда они не деваются. Они стоят мертво. Потом мы его дальше подкручиваем, подкручиваем. И все. Вот. Осталась у нас вся теплица. Там вон зеленые веревочки. Немножко. Да. Вся теплица уже готова. То есть мы их отдельно не подвязываем. Раньше я втыкала арматуру. Потом к ней привязывала веревку. У меня арматуру. Электрод. Электрод. Да, да, да. Электрод. Да. И, в общем, вот так вот привязывали. Но это, во-первых, лазить уже тяжело. Они такие большие. Между ними ломать их. А здесь уже все. Они готовы. Вот таким вот образом. Пока они подрастут, закрепятся. Ну, и еще надо набраться где-то подвязочек. Веревочки всякие рвали, подвязывали. А сейчас теперь никаких подвязок, ничего. Все. Подвязки это колышком. 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 Да, да. Мы же не тут. Ну, не важно. А здесь мы просто крутим, крутим, крутим и все. Если будут выращивать в два ствола, значит, потом так же подвязать. И второй ствол обязательно тоже подвязать. Не в землю уже, а к нему. Ну, и получается экономичнее. То есть, вот эта бобина 400 метров, она в районе 500 рублей стоит. А что экономичнее? Ну, колышки, если покупать, то дороже. Ну, да. Ну, колышки здесь некуда даже и втыкать. Они у нас были, колышки, они все сгнили. В общем, вот. У меня вот метод такой. То есть, показываю вам, как удобно, легко, просто и томатом. И не надо уже второй раз проходить, ломать их, тормошить. Они будут падать, если они длинные. То есть, к ним уже никакого не надо, не приступать, ничего. Поливаем мы насосом, поэтому лазить я уже там не буду. Все у меня подвязано, все хорошо. Пройду потом с ножницами, посынкую, листики лишние состригаю. В общем, это я все покажу. Вот сейчас мой ролик называется, как я подвязываю томат при посадке. Все, всем пока. Всем счастья, здоровья, хороших, богатых урожаев, настроения. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.